Несмотря на погоду, эти фотографии сухие. Всем желающим в День М предложили присоединиться к международной акции «Фотосушка» – популярному проекту по обмену фотографиями. Здесь натянуты веревки, а белевыми прищепками к ним прикреплены фотоснимки. Отсылка к тем временам, когда так проявляли фотоматериал. Свою фотографию желательно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю. Это безумная атмосфера, потому что всегда здесь разные фотографии, все они настолько живые, нестатичные. Здесь как новички вывешивают свои фотографии, просто домашние какие-то снимки, так и профессионалы. И действительно, эта выставка – просто что-то душевное, атмосферное. Рядом киберспортсмены борются за звание лучшего игрока в виртуальный футбол. Любители компьютерных симуляторов заранее регистрируются и ждут своей очереди. Желающих поиграть собралось довольно много. Участники киберзоны смогли принять участие в турнирах по играм FIFA и Mortal Kombat XL на платформе PS4. Я очень доволен, потому что мы давно не проводили турниров. И сегодня прям был ажиотаж. По сравнению с прошлыми годами, сегодня было гораздо больше участников, чем обычно. И очень много людей, несмотря на погоду, пришло поучаствовать в турниры. На главной сцене праздника прошел традиционный летний кубок КВН с участием лучших школьных и студенческих команд. А затем стендап-комики развеселили владивостокцев. Резидентами шоу стали участники телевизионных программ на канале ТНТ, Комеди Баттл и Открытый Микрофон, а также новоиспеченные стендаперы Владивостока. Они представили на суджуре и зрителей десятки искрометных шуток. Я сейчас это сказал и подумал, а вот я никогда не видел Путина в шапке. Ой, прикольно. Мне вообще нравится всегда День молодежи, потому что много людей. Все, что-то происходит, что-то бегают, что-то творится. Там что-то играют, там где-то в вату продают сахарную. Вот. Но только дождь может пойти. Вот это... А у нас такая открытая. Там вот люди сидят на амфитеатре, их зальют. Но будет смешно, и будет мокро, и смешно. Несмотря на переменчивую погоду, молодежь Владивостока не унывает и развлекается как может. Ребят, как настроение? Круто. Очень круто, очень круто, очень круто. Вообще, на самом деле, я очень счастлива, потому что сегодня будет выступать Макс Свобода. Я его очень жду. Мне кажется, что День молодежи, он вот у нас каждый день. Потому что вот здесь вот то, что сегодня показывается, в принципе, происходит каждую неделю. Отлично. Да, мы только пошли, но уже не столько всего интересного. И тут какие-то шутки рассказывают. Там продают всякие красивые вещи. Хочется посмотреть все. Настроение боевое. Более трех тысяч горожан стали участниками праздничного концерта в День молодежи. Организатором праздника выступила администрация Владивостока, для которой молодежь города – один из главных приоритетов. Ведь именно те, кто принял активное участие в празднике, будут формировать настоящее и определять будущее приморской столицы в ближайшие несколько десятков лет. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.